Теперь мы сделаем любимые многими толстые роллы, такие как Филадельфия и Калифорния. По их примеру вы сможете сделать любые другие роллы с другими начинками. Мы берем нори, как и раньше, шершавой стороной наверх, кладем посередине коврика. Берем больше риса, в принципе, можно накладывать ложкой или руками, без разницы. Теперь мы его также разравниваем, оставляем здесь полоску, но и рис тоже спускаем вниз. Мы всегда стараемся ровно раскладывать рис и не прижимать его, а только перекладывать пальчиками. Тогда у нас роллы получаются вкусными, пушистыми. Так, со всех краев все, и рис равномерно лежит. Теперь мы чуть-чуть прижимаем нижнюю часть коврика и переворачиваем. У нас получилась такая полоска, и вот здесь полоска. То, что надо. Теперь мы берем сыр сливочный, Филадельфия, либо Буку, и накладываем его. Это можно делать ложкой, либо столовым ножом. Кладем его так в длину, равномерно стараемся. Дальше мы берем овощи, огурец, авокадо и кладем на сыр. Запомните, мы всегда кладем на... Сначала кладем сыр или майонез, в общем, жидкую начинку или спайс соус в некоторые роллы кладут. Вот, потом, если у нас внутрь идет рыба какая-то, на эту начинку кладем рыбу, а потом овощи. У нас в Филадельфию либо идет просто сыр один, ну, в некоторых ресторанах так делают, а сверху лосось, уже наверх риса. А внутри только сыр. Либо мы на сыр кладем овощи. Вот как делаю я. Смотрите. Кладем огурец. Кладем авокадо. В этот ролл вмещается примерно в полтора-два раза больше начинки. Даже больше, чем в два раза начинки, чем в предыдущей. Теперь мы его заворачиваем похожим образом. Сдвигаем так, чтобы было больше речек, чем в прошлом ролле. Ну, где-то три хотя. Три-четыре речки. Вот так же четырьмя пальцами обеих рук начинку вдавливаем внутрь. Если она вываливается, мы ее вот так подправляем. И заворачиваем. Смотрим, что должно получиться. Вот так. Когда мы до низа дотянули, мы это все подтягиваем. Надавив туда и сверху надавив. Вот так. Вот, смотрите. Что у нас должно быть? У нас вот этой полоски должно хватить, чтобы закрыть начинку. Дальше мы либо руками, либо с помощью коврика его вот так вперед катаем. Раз. И придаем форму. Стараемся. Мы когда придаем форму роллу, мы не давим на него вот так. А только пальчиками с краев и сверху давим. То есть, телом не давим. Придаем форму только. И несколько раз перекатываем вот так. На другое ребрышко. Проверяем, что он у нас сдвинут. И здесь нет коврика. Так. Вот. И он у нас получается вот такой квадратный. Если где-то, ну вот у нас здесь чуть-чуть видно зеленое. Если у вас совсем зеленое здесь вылезает, то мы берем кусочек риса, ставим его вот так. Сюда. Раз. Ставим и ковриком прижимаем. И у нас уже нет этого. Иногда с краев вылезает у нас начинка. Если у нас ролл там с угурем или с какой-то рыбой вкусный, и она у нас вылезает, то это обидно. Потому что, когда мы будем его резать, это отрежется либо вывалится. Поэтому мы подправляем ролл. Как это делается? Берем, сдвигаем его к краю, чтобы торчало где-то сантиметр. Накрываем ковриком. И вот этой частью ладони заправляем начинку внутрь. Потом перекатываем. Снова заправляем. Вот он у нас ровный теперь. Видите? С другой стороны точно так же делаем. Так. Заправляем начинку. Раз. Заправляем начинку. Следующим действием мы кладем на него лосось. Вот мы уже нарезали для этого рыбку. Берем так ее и кладем сверху. Идеально, если вы его так порежете, что она будет свисать до низа. С обеих сторон. Так. Закрывать его. Теперь мы прижимаем чуть-чуть рыбку. Чуть-чуть, совсем не давим сильно. И тогда она у нас не будет сваливаться. Точно так же режем сначала пополам. Здесь, тем более, если мы будем давить, ролл превратится в котлету. Как мне сказали слово, держим нож на весу. Двигаем только вперед-назад. Смотрите. Вот так. Раз, 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 раз. Не советую. Такой ролл, если мы делаем суши для девушки, то мы режем на 8 частей. Ну, так, мелко. Если мы режем... Если у нас не так много начинки, как сейчас, то мы его режем на 6 частей. Каждую из этих половинок на 3. Либо каждую из половинок на 4. Можно резать вот так. Так, раз. Так они меньше разваливаются. Теперь смотрите, как придать форму роллу, если он у вас немного развалился. Пододвигаем друг к другу. И вот так придаем форму. Раз. Вот. И они у нас стали ровными. После этого выставляем их на тарелку. И, наконец, мы сделаем ролл Калифорния. Он делается похожим образом, только сверху кладется вместо лосося икра. И внутрь идут креветки, майонез и так далее. Кладем нори с шершавой стороной наверх. Разравниваем рис. Прижимаем чуть-чуть нижнюю сторону, переворачиваем. Теперь мы берем майонез. Выдавили. На майонез мы кладем креветку. Как я говорил, к жидкой начинке рыба. Креветку мы вот так разламываем, чтобы она была в длину у нас. Еще кладем авокадо. И немного огурчика. Стараемся, чтобы начинка у нас была вот такая. И заворачиваем. Вот так это делается. Поджимаем. Катаем вперед. Раз, раз. Придаем форму. Смотрим. У нас квадратный. Вот видите, получилось здесь мало риса. Сейчас добавим. Делается это вот так. Раз. Добавили и придаем форму. Дальше. Теперь красиво. С краев подравниваем. Вот так. С другой стороны. Тоже. Так. Теперь мы ее разрежем и после этого обкатаем в икре тобика. Режем на 8 частей. Вы можете на 6, если хотите большие кусочки. Можно вместе сразу две, можно по одной резать. Если вы хотите... Желательно каждый раз смачивать нож. И напоминаю вам, что режем длинным движением и быстрым. Так. Поставим их. Чтобы лучше придать форму. Раз. Все, они красивые. Теперь мы обкатываем ролл в икре. Насчет васаби. Если хотите, в толстые роллы можно класть васаби. Когда вы туда кладете огурец, авокадо, рядом можно промазать васаби. Но это делают не во всех ресторанах. Это не считается обязательным. Как обкатываются роллы в икре? Мы ставим, катаем вперед, 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 вперед. Вперед, вперед. Вот такие получаются кусочки. Ставим их друг рядом с другом. Раз, 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 раз. Если не прилипает, то мы можем пальчиками помочь так икру разровнять. Так, раз, раз. sekali. Продолжение следует... Продолжение следует...